что мы прилетели и нас встретила вода говенета мы вышли из машины здесь все белоснежное девушки в таких красивых платьях нас встречают больше всего меня удивляет то насколько все светлое он выстроен с нуля или это какие-то исторические постройки ничего не было идеальный антураж для фотосессий да это станет будет у меня под прицелом а я у нее иду ты чувствуешь себя королевой жизни теперь заходим на мою виллу мне показывают мою виллу так красиво на видео смотрятся по цветам идеально просто ну что все готовы к шок-контенту это вот моя спальня и вообще моя вилла имеет три этажа на одну меня я никогда не жила ни в чем подобном спасибо ботега винета за такую потрясающую красоту здесь выход на террасу собственной прямо из спальни вы представляете и у меня в распоряжении три этажа то есть я вот здесь могу подняться это не здесь будут проходить различные ярмарки активности еще заплачут это нужно видеть своими глазами я просто в восторге как будто в игре престолов сейчас все готовятся к съемкам настолько роскошный оттураж у нас стане и соседней виллы ботега оставили мне подарочки боже мой что это с ума сойти это я так понимаю парфюм и это как раз таки этот парфюм который стал виновником всего торжества из-за него мы собственно и приехали сюда он называется или иллюзион или иллюжен не знаю к сожалению на каком языке это написано чтобы правильно произнести этот конфетки единственный момент я как-то очень сомневаюсь что мне сейчас пойдут эти очки не моя форма это моя невероятная ванна и здесь мне тоже положили какие-то подарки это тоже видимо что-то парфюмированное да это гель для душа с этим же ароматом ради которого мы сюда приехали посмотреть какие раковины они все выполнены из камня зеркала из камня потрясающие просто ванны здесь душевая кабина здесь что такое а ну да логично и на этом друзья сюрпризы не заканчиваются ботега приготовили для меня подборку вещей 4 образа я уже хочу все примерить и сумка я заказала себе салат сейчас разложу себе указанный пенотенчик на шестернике и чуть-чуть позагадаю хотя бы час мое платье здесь идеально вписывается в антураль причем платье это не ботега винета наш первый обед в этом отеле капреза и у меня что-то там с картошкой а что-то за коктейль у тебя такой красивый апельсиновый сок я уже забыла о том насколько вкусные продукты в Идалии я просто беру маленькую помидорку черри она сводит меня с ума сейчас мы с Тати пойдем снимем наши образы пока что не ботега винета просто то в чем мы сами пришли позагорать вот а затем я думаю мы уже отправимся прочь с этого идеального бассейна с которого не хочется уходить прочь и пойдем в душ подготавливаться к вечеру потому что нас ждет прекрасный прекрасный ужин в компании пиар-агентов ботега винета и собственно в компании инфлюенсеров там мы будем знакомиться я очень жду мне кажется это будет очень красиво и очень вкусно а вообще хочется просто сейчас взять паспорт вот так вот и выкинуть его под воду утопить и остаться налево пойдешь красоту найдешь прямо пойдешь красоту найдешь и прям право пойдешь нереально красоту найдешь я зашла в шоурум ботега и мне вот заворачивают вещи которые мне нужно будет потом впоследствии снять мы с Таней опоздали максимально все блогеры иностранные уже расхватали все самое классное осталось такая уже базовая линейка вот но я думаю что мы все равно справимся и с ними все красиво а я в пижаме вообще в какую-то пришла пожелаю всем когда-нибудь выйти из магазинов с таким же огромным пакетом ботега винета размером с меня все и весом килограмм в пятьдесят мы направляемся вот в эту гущу романтичности представьте кстати меня зовут аня я представитель компании кати и мы сегодня идем на первый ужин ботега винета посвященный новым двум ароматам мужскому женскому а как они называются вы узнаете позже аня следит чтобы мы нигде не опаздывали и чувствовали себя хорошо и много кушали не забывали а Натате уже платье в ботеге красиво тебе очень мы сейчас с девочками отправляемся на ужин мы будем знакомиться со всеми инфлюенсерами которые приехали сюда и в общем-то с пиар составом и сегодня на мне такой лук Ника даже не знаю как ее можно назвать стоящая из непонятных четырех частей это 12 stories также на мне велосипедки тут секретик они спортивные айрон бай веронова но это не видно поэтому можно на мне босоножки вендор stories и конечно же сумочка ботега винета венета венета и конечно же сумочка ботега венета можно показушно чокнуться? можно показушно чокнуться? нет тут просто невероятный набор инфлюенсеров я практически на всех подписана конечно очень неожиданно встретить большинство из них не надо меня вы вообще верите что это возможно? это что-то невероятное Убажаю маленький меню. Не нужно долго думать, как когда приходишь в какой-нибудь ресторан гинзы или ставишь огромную папку с едой. И это гарантирует лучшее качество, правда же? Пахнет просто цветами Италии, если вкратце. Очень вкусно. Доброе утро! У меня оно вдвойне доброе, потому что оно началось в Италии, в городе Пари. Я никогда здесь раньше не бывала. Это регион Пулия. Тот самый каблучок в обозначении Италии на карте, где я всегда мечтала побывать еще с детства. И не случайно, потому что это регион, где самые вкусные помидоры, самые красивые загорелые люди. И, конечно, прекрасные виды, повсюду виноградники. Это вообще... Оно началось в Италии, потому что, не потому что я приехала отдыхать, а потому что я приехала поработать сюда с брендом Bottega. Не то, о чем я и мечтать не могла раньше, потому что сейчас это один из ведущих мировых брендов, фэшн-брендов, очень фэшн-брендов. Как будто бы даже предыдущих на смену Селин, который, естественно, кричал в последние годы о себе. И как только он понизил свои позиции с приходом нового креативного директора, вот в эту нишу пришел Bottega. И для меня это потрясающая честь стать частью этой компании по анонсированию новинки. Она называется Bottega Veneta Illusion. Это два аромата, мужской и женский, очень-очень приятные. Мы обязательно еще будем с вами тестировать их дальше в видео. И, в общем-то, да, я тоже, как и Италия, поцелована Богом. Сегодня у нас завтрак под звуки поющих птиц с видом на бассейн. Кофе и какой-то десерт без лактозы. Прекрасно. Кстати, замечательно, что сами итальянцы вообще не пьют какой-то большеразмерный кофе, то есть капучино, латте, макиято и так далее. Вот, они в основном заказывают либо американо, либо эспрессо вообще, либо ристретто. Что-то очень быстрое, что можно выпить прямо у стойки, не растягивая удовольствие. Но приятно, что в отелях они все равно подают такие вот тягучие напитки. Хотя сами они только детям, наверное, наливают такое. То есть это как какой-то детский десерт. Это комплимент от ресторана. Кстати, мы позанудствовали и спросили, а почему у вас нет круассанов? Мы хотим круассаны, и нам лично испекли круассаны. Сюрприз. В этом отеле даже стол для пинг-понга какой-то дизайнерский. Чувствую себя повелителем мира. Очень красиво. Там вот мои виноградники. Немнадцать от твоих виноградников. Там я возбег в храм в свою честь, вот пусовня. Кролевская гавань. Сейчас мы отправляемся на нашу первую локацию. Там мы будем знакомиться с парфюмом ближе. И сейчас нас забирает индивидуальный автомобиль. Да, я тебе покажу. Красотка. Шик и грация. И мы, собственно, отправляемся с Таней делать классные фотографии. Да, я бы показала ваш палец в кадре, но он у меня занят. Мы приехали на локацию. Здесь чудесная такая природа. Все в луках от Ботеги. Это что, две огромные бутылки парфюма? Какой-то нереальный просто бассейн. Здесь вот все девчата. Посмотрите, какая здесь черешня огромная. Все предусмотрители. Здесь у нас защита и веер. Таня уже взяла себе веер, потому что она в шерстяном жакете Ботега. Девушки уже снимают контент. Очень красивый. Я Карлопа Теглу. Я ведущая маркетинга Ботегиа Ботегиа Фрэгенцис. И мы очень рады, приглашаю вас сегодня съемки лука. Здесь мы можем познакомиться с самими ароматами. Сейчас будем тестить. Понимаешь? В общем, раз мы пришли на локацию Smell, значит... Ах, капец, он горячий. Представляете? Настолько раскаленно. Вот этот какой-то очень травянистый. Ну, очевидно, он зеленый. В принципе, ожидаемо было. Боже, я боюсь уже нажимать на кнопку. Так, а этот... Он более сладкий. Мне кажется, что здесь есть грейпфрут или... Ты не читал состав случайно этого парфюма? Кажется, как будто здесь есть чуть-чуть цитрусовый. Очень вкусно, кстати. Так, конечно, нравится. Так как парфюм называется Illusion, то, заходя на эту локацию, кажется, что ты, в принципе, не понимаешь, куда вообще двигаться дальше. А, здесь написано, смотрите, состав как раз ветивер, я вижу. Ой, мама, так страшно идти. Мне страшно, я заблудилась. Так. Не понимаю, куда идти, чтобы выйти отсюда. Здесь еще так жарко. Местер, где я могу услышать аромат. Здесь очень прохладно. Посмотрите, сколько здесь лукоизолятов. Не знаю, как они называются. Сейчас у нас перерыв на ужин. Нам раздают круассаны. Есть не хочется из-за жары, если честно. В общем, мы наконец-то упали на стюрье, потому что мы уже устали бегать в поисках локаций для съемок. Те, кто думают, что работа инфлюенсеров — это не работа, вы очень сильно ошибаетесь. Чтобы издать красивый кадр, иногда нужно хорошенечко попотеть в прямом смысле этого слова. Особенно, когда на улице 35 градусов жары. Солнце, вот. Хоть что-то спасает. Самое сложное не сделать, самое сложное оказаться в таком месте, чтобы это сделать. Итак, это тирамису с моцарелла муссом, томатами и базиликом. Похоже на тартар. А это трюфельное панакотт. А это блюдо похоже на вареное яйцо, но на самом деле это маракуйя с каким-то сыром, да, по-моему? Панакотта, по-моему, здесь. А, и белый шоколадный мусс. Сейчас нас транспорт привез в деревушку, которая называется Астуни. Она тоже находится где-то в районе Пули. Но если быть предельно честной, то мы уже, конечно, вообще никакущие, и нам очень тяжело гулять по такой жаре. Чувствую себя, как этот мужчина. Божечки. Примечательно, что маленькую Италию, то есть маленькие ее города, я люблю намного-намного больше, чем какие-то крупные, вроде Флоренции, например, где мы были в прошлом году. Не знаю, они очень уютные, очень атмосферные, здесь очень мало людей, и всегда город вписан в природный ландшафт, очень органично. И это всегда нереально выглядит просто, особенно вот на юге Италии, повторюсь. Поэтому, как мне кажется, если ехать в Италию, то, скорее всего, в трип по таким маленьким городам, уделяя по одному дню на каждый город, тогда это будет незабываемое путешествие. Это, кстати, эти девочки, которые уже очень давно у всех фолловли. Нам пригнали, очень классные. Ретро-карет, очень крутые. Похоже, каждая эта машина повезет нас группами на берег, на гала-ужин. Но это наши догадки. Наши догадки, потому что там всего на одного человека. Вряд ли их. Ну да, согласна. Ну, может быть, по очереди. А еще все невероятно нарядные и вечерние, потому что мы едем на гала-ужин, а я очень умно поступила, надела шорты. Все какие-то нереальные просто. Ну что, меня сейчас посадят в машину? Я очень постараюсь не потерять свою шляпу в пути. За мной едет еще одна красотка. Вроде у приемник и прикуриватель. Забавные спидометры. Мои волосы живут своей жизнью. Хотела сделать красивую фотографию. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здесь очень прохладно Знаете, какие комфортабельные условия? Просто на лифте Это всё сделала природа самостоятельно Идеальный спот для того, чтобы снимать фильмы «Пираты Карибского моря» или что-нибудь в этом духе Они расположили парфюм прямо внутри И он так здорово в унисон звучит с этой пещерой Пещера Кастолана находится в окрестностях городка Кастолана Гротте Она была обнаружена ещё в 1938 году Это такой огромный-огромный комплекс пещер с причудливыми сталактитами, сталагнитами И нам рассказали, что глубокую впадину в земле крестьяне называли вратами в ад Потому что в неё падал домашний скот И такие падения всегда приводили к гибели животных Поэтому мы эту пещеру странились Вот, и сейчас она одна из самых часто посещаемых туристами Guys, can you just wave the hand? Thank you Very nice to meet you Thank you very much for everything Say hi to Russians Hi, Russians До свидания До свидания Эта пещера называлась Гротте де Кастольяна И если вы когда-нибудь будете в этой части Италии, не поленитесь, разузнайте, как сюда попасть Это очень красиво, очень освежающе по земле, очень прохладно И этот цвет, который исходит прямо с крыши, он, конечно, воодушевляет Нам рассказали, что эта пещера была образована 90 тысяч лет назад Когда разъединились два материка, Евразия и Африка И тогда она находилась полностью под покровом воды Была заполнена Но со временем она, соответственно, потеряла эту воду Вода ушла Уровень моря понизился И, соответственно, теперь в эту пещеру можно попасть нам Спасибо большое за историю А сейчас мы записываем заключительное видео нашей поездки Просто прощаемся? Да Мне там очень классно сказала Энтони, до свидания До свидания До свидания Обнимите меня, пожалуйста, как красиво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!